Доброе утро, дорогие телезрители! Мы в теплице с огурцами. Как вы уже помните, я всегда предлагаю поменять местонахождение огурцов на то место, где были томаты. Почему? Да только потому, что избавиться от болезни огурцов в теплице, где они росли, практически невозможно. И никакая поливка адерином ничего вам не поможет, но поменяв их местами, вы получите очень хороший результат. Почему мы в этой теплице? Хочу показать, как растут огурцы индетерминатные. Вот для немногих садоводов знакомо это слово. Индетерминатные и детерминатные. Что это значит? Детерминатные – это значит имеющие ограничения в росте. Индетерминатные – значит не имеющие ограничения в росте. Будет тепло, будет поливка, будет подкормка. Они будут расти, пока не зарастет вся теплица, пока будет тепло, пока температура будет для них приемлема. Почему я хочу обратить на это внимание? Пришел момент, когда вы должны одни огурцы прищипнуть, а другие оставить в покое. И дать им расти центральным стеблем. Эта тема возникла не просто так. Потому что получается, что вы купили пачку семян, а на ней, к великому сожалению, не написано детерминатные или индетерминатные. Ну так слабо-слабо дана информация, что огурцы либо очень мощно плетистые или имеют слабые побеги. Если мощно плетистые, значит прищипываются и это детерминатные, а если слабые боковые побеги, как написано, значит они предназначены для теплицы и для роста в один стебель. Именно здесь соберется огромное количество огурчиков. Видите? Они во всех пазухах, абсолютно. Везде огурчики. Пока они по одному. Придет время, когда вы уберете этот огурчик, а там появится еще один. Вот здесь предпочтение отдану такому сорту, который называется гепард. Помните такое животное, да? Такое тонкое, длинное. Ну вот примерно огурцы на них похожи. Действительно, боковые побеги у них не очень длинные. Ну вот, видите, какой побег. Не очень мощные, но вся прелесть в том, что убирая огурцы на центральном стебле, вы все время будете получать отсюда новую почку и новые огурцы. Вот на это я и хотела обратить ваше внимание. Помните, что огурцы очень быстро растущая культура и очень быстро плодоносящая. Поэтому поливка два раза в неделю очень обильна. Не каждый день по литру, нет. Два раза в неделю обильно на каждый куст огурца по ведру воды. Влага на почве обязательно, потому что огурец любит испарение, очень любит пить и кушать листьями. Все опрыскивания и подкормки тоже обязательны. Ну, на этом пока все. Всего доброго, до свидания. А все ваши вопросы задавайте на телефон горячей линии. Субтитры подогнал «Симон»!